У нас Lada Vesta. На Lada Vesta сейчас будем менять задние колодки. Чтобы менять задние колодки, нам надо будет его поднять на донкрат, открутить колесо, снять. Но прежде чем все это делать, нам сперва надо будет расслабить ручник, чтобы легче было работать. Ручник расслабляю изнутри. Сейчас я вам покажу, как это делается. Вот здесь поднимаем ручник, и полностью имеется вот такая штука. Она здесь держится плотненько, я его снял. И вон там видно, если вы видите, берем вот головку на 10, ставим на него и его откручиваем. Полностью расслабляем ручник. Доводим его до конца, но не снимаем, не обязательно его снимать. Вот, довели его до конца. Все, полностью не снимаем. Опускаем наш шучник. Дальше переходим уже к колесе. Вот здесь у нас для этого имеется еще помощник. Ну-ка, Максим, помощи рукой. Это наш помощник, он будет нам помогать. Поднимает машину. Сейчас я возьму, отключу колесо, и дальше будем работать вместе. Все, колесо мы сняли. Вот такой у нас барабан. Он крутится хорошо. Ну, сейчас мы его, нам надо будет его снять отсюда. Чуть-чуть надо постараться. Все, барабан снять. Нам надо вот снять для этого колпачок. Берем отерку, молоток. И слегка подстукиваем. Вот здесь, вот так, вот так и снимается. Здесь вот имеется кайка на 30 и отметки. Если вы видите, отметки имеются. Краска отмечена, заводская отметка. Ни разу не меняли колодки. Пробег у нас 22 тысячи идет. Почему я их меняю? Потому что начали свистеть. Сейчас посмотрим на состояние колодок тоже. Вот здесь у нас отметка от краски заводская. И здесь тоже отметка от краски. Сейчас открутим. Для этого сейчас мы возьмем на 30 колодку и открутим. Вот заводская метка и здесь осталась. И здесь тоже имеется. Там мы уберем. Дальше. Сейчас нам надо будет уже, это освободили. Надо будет уже снять барабан. Так она не идет у нас. Возьмем отвертками, попробуем вот так. Вот. И снизу тоже. С одного края, если вот так будем потягивать, не получится. А с обеих краев, когда отталкиваем, получается. Вот сняли. Внутри тоже она грязная. Его надо будет почистить щеткой. И здесь тоже надо будет почистить. Колодки как-то у нас остались еще. Где-то на 50% они остались. Но они свистят очень сильно, поэтому я их буду менять. Хоть остались, не остались, разницы нет. Сейчас мы это все разберем. Почистим и поставим. Чтобы это все разобрать, нам надо вот сейчас взять вот этот, убрать фиксатор. Раз. Второй фиксатор убираем. Держим коленом. Берем плоскогоцами. Так убираем. Сперва одну сторону, а потом вторую сторону. И здесь можно уже спокойно вот эту пружину убрать. Вот нижнюю пружину. Все. Этот тоже сняли. Потом Аккуратно Вот так загинаем и убираем вот эти штуки. Этот И второй. И сюда опускаем. Потом смотрим сюда. Вот этот цилиндр, если мы сейчас отпустим, Они, смотрите, Споку покажи. Вот. Они смотрите, сейчас будет выходить. Видите, выходят. Их надо вот так держать и фиксировать. Если мы не будем фиксировать, То они выйдут и жидкость валилиться. Потом придется Прокачку Делать воздух. Оттуда Выгонять. Сейчас хомут подготовили. Быстенько надеваем, пока он не открылся. Так, прежним. Все. Больше... Они больше вылетать не будут. Сейчас Дальнейшая наша задача. Вот его снимаем отсюда. Пружина у нас выпала. Эту систему тоже Снимаем. Она тоже грязная. Вот колодки. И отсоединяем ручник. Вот. Берем вот так. Отсоединяем. Колодки, как я вам говорил, Пока Поездили бы еще. Но они, как бы, По-моему, твердые стали. Да. Видите? Через чур крепкие. Поэтому они не свистят. Не обтираются. Так-то расходуется одинаково. Один больше, другой меньше. Нет. Одинаково расходуется. Но ничего. Но вы все лучше. Не будет плавно. Берем. Эти тоже уберем. Это все почистим. Потом. Сейчас мы щеточкой все это будем вот так очищать. Барабан тоже почистим полностью. Веста, невеста. Со своей невестой нужно хорошенько ухаживать. Тем более, невеста там у меня молодая еще. Пробекта 22 тысяч всего лишь. Поэтому надо Хорошенько за невестой ухаживать. Вот эту систему тоже сейчас Почистим. Видите, она вся грязная. Плохо будет работать. Сейчас мы полностью его почистим. Чтобы она хорошо у нас работала. Вот мы почистили свою невесту. Видите, когда она чистая, какая красивая. И это тоже красивая невеста. Вот все это мы почистили. Это тоже все почистили. Заранее приготовили уже. Сейчас нам надо будет Новые колодки поставить. И собрать. Вот такие колодки у нас. Две стюки мы уже поставили. Еще две стюки на эту сторону остались. Это гайд специально для Весты. Вот здесь написано. Лада Веста. Это не реклама. Просто показывает, что это специально для Весты назначение подходит. Дальше берем. А если так посмотреть, вот эта новая колодка, а эта старая. Практически даже 70% здесь осталось еще. Но они начали почему-то свистеть. С завода. Это заводские. Ни разу не менял на них. Заводские начали свистеть. Сейчас поменяем на новые. Берем ручник наш. Прыжину отодвигаем. Мы же расслабили там ручник, поэтому сейчас легче будет нам работать. Вот поставим. Отодвинули. Это тоже вторая колодка. Берем пружину. Пружина вот так должна находиться здесь. Прежде чем ее собрать, сперва надо нам поставить вот эту пружину. нижнюю пружину не ставим. После того, как мы поставили верхнюю пружину, нам нужно вот эту систему поставить сюда. Сюда ставим его. Вот так. С этой стороны ставим. Эту сторону вот сюда ставим. Длинные части должны быть снаружи. короткие. Короткие. Вот эти короткие с внутри. И потом мы его так подводим и одеваем пружину. А пружина, этой пружины разницы нет. Хоть так оденем, хоть так оденем. поэтому одеваем, как нам удобно. Вот. Одели его. Сейчас тянем и зацепим. Все, это тоже зацепили. Потом уже ставим фиксатор. Фиксатор вот сюда цепляем. снизу вот сюда цепляем, снизу толкаем и загибаем. Система, она у нас готовая. Если по этой системе будете собирать, то будет легче и по-другому тяжело его собирать. Сперва эту пружину длинную, потом систему, потом нижнюю пружину, потом только фиксатор. И по этой системе очень легко собирается. После того, как мы его собрали, ножки нашей невесты надо вот эту систему, вот этот хомут надо обратить. Он уже не нужен. После этого чистим наши колодки. Не надо их смазывать, потому что если их смажем, то у нас тормоза не будут держать. Все, они должны быть чистые. Вот эту систему нужно смазывать, но у меня такой смазки нет. Специальная смазка должна быть, которая пыль или какую-то грязь не держит. Но если солидолом в коем случае не надо смазывать, и ВДшкой нельзя, и маслами нельзя его смазывать. Должна быть специальная смазка, которая вот этот пыль не прикрепляется, не собирается. Если мы возьмем литолом или маслом его смажем, то здесь который у нас пыль от колодок, который все там накопится, забьется, и система не будет работать. Она у нас пока еще новая, 22 тысячи пробега это немного, поэтому не стал его смазывать. Он рабочий, я проверял. Сейчас мы соберем сверху, поставим все вот эту часть тоже я сейчас почищу щеткой, и потом поставим сверху. Вот здесь я посмотрел, бортик, здесь незначительный бортик имеется, хоть они свистели, я вовремя поменял, получается, хоть они свистели, бортика особо нету, незначительный такой бортик имеется, может это заводской бортик, или что не знаю, а так все нормально. Если бортики были бы, мы его сняли бы очень тяжело. Легко ставится, когда бортиков нету, и легко снимается. Вот этот болт, гайка, его желательно менять, вот эта пластмасса, если выработка имеется, то она может открутиться. Я не буду его менять, потому что у меня нового, новой гайки нету, я старую свою оскарблю. Чуть-чуть потянем и все. Для наша головка такая. смотрим, вот здесь у нас фиксаторы, видите, вот здесь эта метка здесь стоит, а эта метка здесь. Сейчас мы возьмем и потянем. еще чуть-чуть надо. Вот, фиксаторы стоят. Ровно. Еще немножко осталось, немножко еще потянем. Все ровно стоит. Вот, фиксаторы. После этого еще подожди, здесь нам надо почистить. ставим нашу крючечку. Крючечку надо ровно оставить, а то его тяжело будет забить его туда. Берем какую-нибудь перевязку и подстукиваем загоняк его. Металлическим ни в коем случае нельзя, потому что она испортится. Все, мы его подняем к сердцу. Смотрите, мы это еще не затянули. Вот, он еще растянутый. Сейчас там у нас имеется саморегулирующая система, которую я вам показал. И сейчас будем затягивать ручь, оттуда регулировать. Вот, мы нажимаем два-три раза, держим, потом нажимаем на ручник, на ручнике вот кнопку держим и поднимаем до конца несколько раз быстро опускаем и поднимаем. Это отпускаем, потом два-три качка держим тормоз и здесь тоже держим кнопку два-три качка здесь делаем. Потом до того, пока там не закончатся шевчки. шевчки. щелчки уже не слышно щелчки у нас уже закончились там уже щелчком нету это говорит о том что у нас полностью регулировка уже прошла сейчас взять ручник затянуть здесь ручник тоже затянули вот настолько затянули у нас получается если полностью потянуть несколько сочков на 3-4 щелчка его поставил то получается колесо не крутится свободно сейчас пойдем проверим и как крутится колесо вот так свободно должно крутиться колесо а на 3-4 щелчка когда его поставил колесо сразу два-три круга делаю и останавливался поэтому таких случаях когда мы едем барабан нагревается колодки тоже нагреваются и они портятся сейчас вроде нормально сейчас спущу станкрата и чуть-чуть проведем ручник поеду провели с другой стороны тоже колесо поднял тоже крутится хорошо ученики больше затягивать не буду если пару кругов делает резко останавливается значит перетянули а так это нормально уже на спусках проверил ручник тоже держит нормально как положено и когда затягиваешь тоже рука чувствует что нормально работает вроде когда ездили на спусках во время торможения мы этот с лишних свистов шумов не было так что удачно поменяли колодки